Продолжение следует... Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова Орел и Решка! А, да! Кстати, друзья, мы прилетели в самую цветущую, в самую красивую, в самую прекрасную страну Центральной Америки – Коста-Рику. Кстати, знаешь, как переводится Коста-Рика? Неа. С испанского Коста-Рика переводится как «богатый берег». Но самое интересное, что богатым будет только для меня. Для тебя это будет как хостел, фастфуд, спать. Хостел, фастфуд, рюкзак. Ну, как-то так. Я испанский плохо знаю. Орел? А у вас ус отклеился. Решка. Поехали! А! А! Андрюшенька! Что-то перевод твой неправильный из испанского. Учи испанский, крошка. А, ладно, оставь себе. Пойду-ка я рассмотреть поближе эти достопримечательства. Можно я сейчас скажу, а вы запикаете? Я промолчу. Коста-Рика – далекая и экзотическая страна в Центральной Америке. С одной стороны ее омывает Карибское море, а с другой – Тихий океан. Коста-Рика – это туманные джунгли, райские пляжи и дикие звери. Но все это нельзя увидеть, находясь только в одном городе. Нужно колесить по всей стране. Поэтому сегодня мы отправляемся исследовать страну Коста-Рику. Коста-Рику. Знакомство с Коста-Рикой я начну в ее столице – городе Сан-Хосе. Местная валюта здесь называется Коста-Риканский колонн. Мои 100 долларов – это целых 50 тысяч колонн. Звучит внушительно. 15-минутная поездка на такси обойдется долларов 20-25, не меньше. Так что действуем по привычной бюджетной схеме. Ищем автобус до центра, садимся и едем. Билет, кстати, стоит меньше доллара. В Сан-Хосе, сеньор. Все миллионеры в один голос говорят – нечего там делать, в этом Сан-Хосе. Нужно сразу же отправляться в самое райское место Коста-Рики, на побережье Тихого океана. И именно там лучшие пляжи и самые дорогие развлечения. Кстати, моим гидом будет россиянин Игорь. Он живет в Коста-Рике уже несколько лет. Рассказывай, как тут жизнь в Коста-Рике? Пура вида. Это что? Есть такое местное выражение – жизнь прекрасна. Чем люди еще занимаются здесь, кроме того, как отдыхают? Обслуживают те, кто отдыхает. А, вот. Дорого здесь в стране? Дорогая страна вообще для жизни? Страна достаточно дорогая. Наверное, можно сравнить с киевскими ценами. Без денег здесь можно прожить? Практически без денег, вот за 100 долларов. Тяжело? Очень сложно. Вашему другу будет очень нескучно. Сан-Хосе – это столица Коста-Рики. А еще это поразительно грязный и отталкивающий городишко. Гуляя по улице, тут постоянно нужно смотреть себе под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь. Или даже на кого-нибудь. В Сан-Хосе съезжаются нищие гастарбайтеры из Гондураса, Сальвадора и Никарагуа. Они буквально заполонили столицу и превратили ее в вокзал. Ребята, Сан-Хосе, он же, это, не резиновый. Там меня пути не раз. Из-за бедных приезжих в Сан-Хосе опаснее, чем в других городах Коста-Рики. За улицами постоянно следят полицейские на вот таких высоких вышках. Видите, как наверху полиция стоит, смотрит. Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу. Центр-центрович! За порядком смотрим, за порядком. Но вы знаете, несмотря на всю эту грязь, местные жители производят, ну, очень позитивное впечатление. Ощущение, что они все здесь безгранично счастливы. И к туристам настроены очень положительно. Это настроение моментально передается. Всех нас интересует, куда же делся Павло Зибров. Вот он он. Здесь, в Коста-Рике, нужно внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Вот сейчас иду, смотрю, да вроде ничего особенного. Типичный пейзаж Полтавской области. Но если опустить голову вниз… Здоровенные зубастые крокодилы. Их тут штук двадцать. У нас обычно с моста на уточек смотрят всяких. А тут трехметровые чудища. В этом месте под мостом через реку Тарколес живет самая большая колония крокодилов в Центральной Америке. Охотиться на этих зубастиков запрещено законом. Вот они и не боятся никого. Лежат себе, греют спинки на солнце и с надеждой смотрят снизу вверх на туристов. Может, хоть сегодня кто-то свалится. У-у-у! Парни, у меня для вас что-то есть! Я решил не задерживаться в Салкасе и махнуть куда-нибудь на природу. На побережье Карибского моря в курортный городок Лимон. Как только выезжаешь из Сан-Хосе, тут же начинается уже настоящая Коста-Рика. Дикая и загадочная. В трех часах езды от Сан-Хосе рядом с Тихим океаном есть удивительное место – национальный парк Мануэль Антонио. Парк Мануэль Антонио входит в десятку самых красивых национальных парков мира. Здесь вводится 109 видов млекопитающих и 184 вида птиц. В таком зоопарке я еще не была. В рекламе обещают, что здесь вы увидите ленивцев, ягуаров, удавов, ядовитых лягушек, туканов, игуан и огромных волосатых пауков. Ух, прямо не дождусь, когда я их всех увижу. С первых минут стало ясно, что все это зверье не будет выходить к туристам и плясать перед ними, как в мультике Мадагаскар. И неудивительно. Толпа американских туристов так громко кричит и разговаривает, что все живое прячется по своим дуплам и норам. Ну наконец-то хоть одно животное. Спустя 45 минут. Знакомьтесь, обезьяны-ревуны. Ревунами их назвали за то, что самцы этих обезьян очень громко кричат. Ну примерно так. Говорят, обезьяны кричат так, что слышно за 10 километров. Ну не знаю, по-моему, американские туристы погромче кричали. Километров на 5. Ну и что, что я не увидела всех животных и птиц. Зато посмотрите, какой здесь нереально красивый пляж. Через 2,5 часа я приехал в Лимон. Это такой небольшой курортный городок на Карибском побережье. Так вот и какой Лимон. Когда-то именно здесь высадился Христофор Колумба, а сейчас в этом городе живут только лимонцы и лимонки. Во времена освоения этой земли в качестве рабочей силы было задействовано много выходцев с Ямайки, которые в итоге здесь и обосновались. Поэтому в Лимоне прочно прижился ямайский стиль жизни. Без суеты, без напряга, без всяких забот. Возьмем эту фото я и Игорь Корнелюк. Здесь все настолько беззаботные, что вообще не парятся о том, в каких условиях они живут. А вот возле этого здания, а это, на секундочку, мэрия этого города, мне кажется, вообще лучше не дышать, потому что если вы дыхнете в ту сторону, оно разрушится. Чувствуется, что люди приезжают сюда исключительно, чтобы отдыхать, кататься на серфе и есть лимоны. К сожалению, они 대фday. Это не влияющие. this Ukraine. Ukraine. Это очень хороший город, веселый, душевный, он настоящий, он не такой американский, как Сан-Хосе. Здесь все душевные люди тебе улыбаются, тебя приветствуют, с тобой смеются, с тобой фотографируются. В общем, очень классный, маленький, уютный, душевный городок. Действительно похоже на крушение самолета. Хотя на самом деле это же просто отель. Такой себе отель-самолет. Мой отель больше похож на авиалайнер, который потерпел катастрофу в густых джунглях. Будто бы самолет при падении застрял в кронах деревьев, да так и остался. Это не стилизация, а настоящий Боинг-727. 20 лет назад он трудился на колумбийских авиалиниях, а сегодня отдыхает, глядя на джунгли и золотой пляж. Первым делом, первым делом самолеты. Боже, настоящий бизнес-класс. В отеле-самолете есть две спальни, парная стойка, зона отдыха и вместо крыльев две большие террасы. Для себя я выбрала спальню ближе к носу самолета, так сказать, в бизнес-классе. Где тут вызвать стюардессу? Хотя зачем мне стюардессу? Введите меня сразу к пилоту. Я не знала, что в кабине пилота есть туалет. С мест пилотов открывается нереальный вид. Вот это да! Вот он, богатый берег Коста-Рика. Боже, как же красиво! И как горячо, 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 оно нагрелось, 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 нагрелось. Дамы и господа, наш авиалайнер успешно приземлился в джунглях Коста-Рики. Температура за бортом 30 градусов, хотя я бы сказала целых 70. Местное время, время развлекаться. Ну а остановиться я планирую здесь в одном из самых тусовочных хостелов. Называется он Роккин Джейс. Хостел Роккин Джейс – самый яркий хостел, который я когда-либо видел. Здесь прямо в глазах начинает рябить от всей этой мозаики и стен, разрисованных психоделическими рисунками. Ресепшн. Крутяк. У меня такого хостела еще не было. Это отель в стиле хиппи. Здесь такая же расслабленная атмосфера, как и во всем городе. Как алкоголик какой-то. Вариантов переночевать минимум три. Хотите, снимайте себе комнату за 15 долларов. Хотите, живите в палатке за 10 долларов. Здесь просто какой-то палаточный городок. А хотите, спите в гамаке. Всего 7 баксов. Здесь я буду ночевать в гамаке. Ну не в этом, конечно, а в другом. Ночлег в этих краях самый дешевый во всей Коста-Риге. В таком хостеле можно жить за 200 долларов в месяц. А за 500 баксов можно снять себе целую виллу на берегу. В этом хостеле, наверное, я бы остался на неделю, даже, может быть, на две, с хорошей компанией. Очень крутое место. А главной изюминкой этого хостела является, наверное, то, что он находится буквально в 20 метрах от моря. Первая линия, елки-палки. Это не просто море, друзья. Это Карибское море. Хотя, так сказал, Карибское. Вот у нас Азовское море. Это море Бердянск, украинский Лас-Вегас просто. Вот это я понимаю. Друзья, обычно мы прячем бутылку, а в этот раз мы решили оставить ее владельцу отеля-самолета. Алан, take care of it. Итак, приезжайте в Мануэль Антонио, ищите в отеле-самолете Коста-Верде его хозяина Алана Темплтона и требуйте у него бутылку со 100 долларами. Удачи! Бакпак, у нас есть бакпак. Бай. Вот это совпадение. Тогда зайду. В Коста-Рике есть свое национальное облюдок. Называется оно севиче. Сейчас будем пробовать. Бомба! Севиче – это морепродукты в маринаде. В маринаде, который состоит из лаймового соуса. Туда они опускаются, значит, на 15 минут, а потом тебе их приносят спокойненько. Вот так ты их кушаешь. Есть всевозможные разновидности. Есть просто рыба. Есть креветки, есть кальмары, есть осьминоги в этом маринаде. Я заказал самое вкусное и самое лучшее. Это микс. Собственно, у меня и креветки, и осьминог, и рыба, и кальмар. Прикольно. Из-за того, что блюдо полностью белковое, оно имеет свойство неслабого афродизиака. Коста-риканцы очень любят шутить, что севиче едят двое, а просыпается уже трое. Мне, собственно, разве что с тобой, Леха, засыпать. Ну и какой же миллионерский отдых без зажигательных танцев? Встречайте! Виа-коста-риканские маракасы! Вот какой праздник можно себе устроить, когда у тебя золотая карточка. Играйте, ребята! Играйте! Вы на щедрые чаевые! Ну вот она, коста-риканская пура вида. Прекрасная жизнь. Вот, решила заказать себе приватный ужин. Повара пригласила. Даже если вы готовы потратить кучу денег, то на Тихоокеанском побережье Коста-Рики вы не найдете шикарных ресторанов. Тут царит полное кулинарное равенство. И богачи, и бюджетные туристы едят одну и ту же простую еду. Кукурузка, картошечка, салатик и рыбка. Но зато как тут ее готовят. Вилку проглотишь. Рыбка-рэдснайпер. Красный окуль. А на десерт шикарный закат. Какой красивый закат на Тихом океане. Каждый вечер в моем хостеле устраивают вечеринку. Народ развлекается как может. Кто на барабанах играет, кто в карты режется. А кто и по веревке ходит. Все весело бездельничают. Нет никаких запретов и ограничений. Хотя нет, все-таки одно ограничение есть. В хостеле просят травку не курить. А идти курить ее на пляж. В Коста-Рике зависает, наверное, вся европейская молодежь. Ну а что? Заплатил себе 200 баксов и живи целый месяц в теплой стране под пальмами на берегу моря. Многие студенты из Европы так месяцами живут. Иван из Норвегии. Он сбежал в Коста-Рику из своей норвежской скуки просто, чтобы вот так лентяйничать и расширять сознание. Но после такой травы я бы тоже увидел динозавра, братан. Ух ты! А тут пацаны на барабанах играют. Если ты Катя, Света или Олежка. Каждое утро смотри Орел и Решку. Украина, Беларусь, Магадан, Казахстан. Скоро нас будут знать везде тут и там. Веселье продолжается до самого утра. Так что заснуть в хостеле нереально. Конечно, веселье веселье, но спать хочется. Там сильно шумно, надо идти ближе, наверное, к берегу и там где-то вешать гамак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солнце уже встало. Доброе утро, друзья, в Коста-Рике новый день. Здравствуй, солнышко! Здравствуй, дельфин! Привет, второй дельфин. Да, на океане, конечно, хорошо, но пора в джунгли. Доброе утро. Холодно. Но море-то какое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего мы остановились? А здесь, на этом участке дорожки, должны быть прикольные зверушки. Надо посмотреть. Я тоже хочу увидеть. Это кто там такой маленький? Божь, бананчик, привет! Привет! Паски хорошие! Вот, друзья, так вот можно просто ехать, приостановиться и встретить таких вот ребят, которые называются коати. Но в народе их называют носухи, потому что у нас длинный нос, да, и хвост тоже. А вообще, это родственники енота. Похожи, правда? Давай, давай, моя лапочка. Коста-Рика удивительная страна. В какой еще стране мира можно вот так вот пообщаться с дикой зверюшкой? Природа вот она, прямо перед глазами. Вон туканы сидят. Вон ползет мама-ленивец с детенышем. А вон обезьянка-капуцу. Уже, кстати, стащила у кого-то шоколадку. Утром я решил отправиться в таинственное место – облачный лес Монтеверде. Поеду автостопом. Может, что интересное увижу по дороге, с людьми интересное познакомлюсь. И денег сэкономлю, что немаловажно. Автостоп, конечно, это самая удачная находка для бюджетного туриста. На каком тракторе я еще не ездил? Ну, конечно, ясен перец. Такая крутая тачка, что я буду останавливаться? Путешествие автостопом здесь обычное дело. Местные жители с радостью вас подвезут, если вам по пути. В окрестностях вулкана Ореналь находится любимое развлечение толстосумов – термальные вулканические ванны Ла Пердидо. Это потрясающе красивое место. Прямо тропический рай. В бассейнах голубая водичка. Вокруг цветут цветы и щепечут птицы. Ой, а водичка-то горяченькая. Так необычно купаться в горячей воде, когда на улице шара в 30 градусов, но потом так расслабляешься, что забываешь обо всем на свете. Как прекрасная жизнь с голодой карточкой. Справа вулкан, слева магнолия. Я в Ла Пердидо. Такая, как она злобистая тебя. Вода во всех этих бассейнах необычная. Ее греть не котельная, а жар от вулкана Ореналь. Вулканическая магма нагревает подземные воды и насыщает их полезными минералами. Говорят, лечат от всего. Эх, наберусь здоровья в этом источнике. Буду как... Как выдра. Коста-Рика напоминает огромный магазин с экзотическими фруктами. Плантации бананов, манго. Только посмотрите, на что я набрел. Это самые настоящие плантации ананаса. То есть многие дети сейчас до сих пор думают, что ананасы растут в супермаркетах. Ничего подобного. Вот они, кустики-ананасики. Сразу и не видно, где тут, собственно, ананасы. Но их тут тысячи в зарослях прячутся. Ананас растет не на дереве, как многие думают, а на вот таком страшно колючем кусте, который больше похож на наш комнатный алоэ. Ух, как они колятся, собаки. Вот этот, в принципе, большой ананас, его можно сорвать. Я вас очень прошу, не повторяйте моих ошибок, потому что здесь могут быть охранники, собаки. Но мы же учим вас выживать, когда сто долларов. Вот так вот люди и выживают. Что интересно, ананас можно не срезать, а просто берете вот так вот и выкручиваете. Ну как с должниками обычно. Ну, собственно, что сделать с моей головой, если сейчас меня здесь найдут. У нас в магазине такой ананасик стоит где-то в 50 гривен за штуку. А здесь они растут прямо вдоль дороги. Здесь у меня и стол есть сразу обеденный. Если честно, стрёмно, капец. Вот он зеленоватый, но он столько сочный. И очень вкусный. Сейчас я обращаюсь к тем, которые сидят у за экрана на телевизоре и говорят, ну, бедняков, полез, куда вырывать он у нас? А мне все равно, что вы обо мне думаете. Я жрать хочу. Вот что нужно для настоящего миллионера. Наберу-ка себе про запас. Дорога, как говорится, дальняя. Я решил оставить денег за сорванные ананасы. Потому что вот совесть меня замучила. Но не очень. Сейчас, серьезно, сейчас русо-русо. Да, по-русски. Ничего себе, меня Андрей зовут. Роман. Прикольно. Я сам в шоке. Я просто, честно, я не встретил ни одного русского за все эти дни. А давно ты тут живешь вообще, в Коста-Рике? Или ты отдыхать сюда приехал? Все, живу здесь с женой уже полтора года. Все очень нравится. Хорошая страна. Встретить русского в Коста-Рике, который согласится сделать нехилый такой крюк и подвести просто за разговор? Такие удачные совпадения бывают только пару раз в жизни. Спасибо вам, Рома. Ну что, вот мы и приехали. Это вход в Монтеверди. Купишь билеты и и вперед. Все, счастливо. Было приятно познакомиться. Жене привет. Круто, конечно. А у Ромы, оказывается, жена смотрит нашу программу. Вот он, таинственный облачный лес Монтеверде. Монтеверде – это древний тропический лес, окутанный облаками. Здесь царит необычная и даже пугающая атмосфера. Вот не зря Стивен Спилберг снимал свой парк юрского периода именно здесь. В этом лесу живет всевозможное количество животных. Рептилии земноводные, обезьяны-ревуны, оцелоты, 400 видов птиц. Но пока ни одной макаки, кроме оператора, я не видел. Но мне повезло увидеть в этом лесу самых маленьких птичек в мире – калибри. Самое интересное, что все эти птички дикие. Здесь нет никаких сеток, чтобы удерживать их в одном пространстве. Калибри сами прилетают из леса к поилке со сладким сиропом. Калибри – самые красивые птички на свете. Они такие яркие, что больше похожи на бабочек или на цветы. Но ни в коем случае не на птиц. Круто, конечно, подлетает. Такой звук, как будто маленький вертолетик. Калибри машет крыльями с сумасшедшей скоростью 80 взмахов в секунду. А скорость могут развивать до 90 километров в час. Смотрите, какие они красавицы. Круто. Знаете, когда ты их изучаешь на уроках зоологии, они у тебя на картинках в учебнике, это одно. А когда ты перед глазами видишь вот это малюсенькое такое скрылышко. Крутяк я заснял. Класс! Я тоже приехала в национальный парк Монте-Верде. Часть леса тут превратили в парк экстремальных развлечений. Тут в джунглях среди деревьев натянуты какие-то тросы, и я сейчас по ним буду летать, как супермен, как тарзан, или как сосиска. Во многих местах Коста-Рики джунгли превратили в парк экстремальных развлечений. Тут и на тарзанке катаются, и по тросу съезжают, и с банджи прыгают. Вот где можно разгуляться с золотой карточкой. И так тарзанка маленькая. Пусть живет Виталик Котловский! Пусть живет Михаил Михайлович Поплавский! Пусть живет Украина! О боже, где тут туалет? Ловите меня, мальчики! Да-да-да-да-да! Я сосиска! Я сосиска! Аттракцион Супермен. Мамочки! Мамочки! Итак, дамы и господа, самолет можно установить Боинг ЛЭС-134 готов к вылету! А-а-а! Пристегните! Нееееет! О боже! Нееет! Нет! 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 Слушайте, ну, звери, наверное, в шоке от этих всех криков и летающих между деревьями людей. Тарзанка большая. А-а-а! 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 Нет! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Отпусти! Отпусти меня! Остался только один аттракцион – прыжок с банджи. Это такая резинка, которую привязывают к ногам и прыгают с большой высоты. Да, после этих всех тарзанок, суперменов и канопи мне уже ничего не страшно. Спрыгнуть с банджи – это пара пустяков. Специальный вагон довозит до места, под которым разверзается стометровая пропасть. Это что оно? Вы ничего не путаете? Это очень страшно. Это страшно, это очень страшно. Это капец как страшно! Нет, 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 я не могу, не могу, не могу, не могу, все, 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 я не могу. Не могу я! Как я тебя понимаю, Леся? Да, это очень страшно. Я тоже когда-то в Макао пытался прыгнуть и не смог. Ничего страшного, если ты не прыгнешь, зрители простят. Давай, отцепляй резинку и возвращайся. Ну что, это рябка. Я могу, я могу, я могу. У дорогого макарда? Так, nước, я уверен. Память, два, тр иду, раю! Черт! Все-л básок! Бер. Ребята, я владыка мира после Адама! Это жесть просто! Я смогла, я прыгнула! Понял, Андрей, я смогла и прыгнула! Ты мой ангел! У меня трясутся ноги! У меня тихо слезы, не ведешь меня под шлем! Я как дура в нем! Коста-Рика – это идеальное место для отдыха и незабываемых приключений. Можно просто ехать, приостановиться и встретить таких вот ребят. Но если у вас в запасе всего два дня, не рассчитывайте, что успеете посетить много интересных мест. Половину вашего уикенда съест время в пути. Остается только мечтать о том, как провести здесь гораздо дольше времени, чем просто уикенд. Очень крутое место! Угу! Парни! Явно предвиду! Вот он зеленоватый! У него он столько сочный! Как алкоголик какой-то! Здравствуй, солнышко! Здравствуй, дельфин! Как будто, конечно, подлетает такой звук, как будто маленький вертолетик. Это жесть! Просто! Аааа! 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 Прощай, мой шикарный уикенд! Давай, Димон, счастливо! Рад был встретиться! Привет! Привет! Одноклассник мой! Как дела? Здорово! Чувак! Как дела? Он идет или будет с нами стоять? Да не без разницы! Как дела у тебя? У меня все прекрасно! Я даже не знаю, что мне понравилось больше на этой Коста-Рике. Побережье Дикого океана или Банджи? Мой отель или Туканы? Банджи-джампинг? А, да, Банджи-джампинг! Где лофта? После этого я должен уйти из программы, пусть тебе нового ведущего дадут. У меня было, к сожалению, не так все весело. Могу пониматься, что я первый раз, наверное, выбрал неправильный маршрут, потому что я поехал туда, на другое побережье, к Карибскому морю, а там нужна компания. А я один, у меня 100 баксов. Самое яркое общение у меня хостел. Твой друг? Какой друг? Первый раз в мире. А, да? Что такое? Перепрыгала или что? Нет, абсолютно такого не говорил. Это последний выпуск пятого сезона. На, вот, неси! Неси! Давай! На этом путешествия Андрея и Леси заканчиваются. Но скоро лето! Начинается курортный сезон! А значит, Орел и Решка обязательно вернется! А вот кто будет везти, это секрет! Но, по слухам, это Павло Зибров и Камалия. Да! Как Камалия? Вот так Камалия! Она же не соглашалась! Ну все, согласилась! Согласилась, да?